Отчитались об итогах года. Владимирские следователи рассказали спикеру ЗС и заместителю губернатора о раскрываемости преступлений. В ЦФО по количеству расследуемых убийств мы уступаем только Москве, Московской и Воронежской областям. За 2016 год раскрыли почти треть коррупционных схем. 95% изнасилований и почти все убийства. Число последних в области, кстати, выросло, а вот в общем уровень преступности стал ниже. Приоритет раскрытия преступлений в отношении совершеннолетних отдельно остановились и на теме борьбы с коррупцией. На протяжении последних лет усилия следственного управления последовательно были направлены на активизацию работы по расследованию налоговых преступлений и возмещения в бюджет государства недоуплаченных налогов. Как итог, виновными лицами добровольно возбуждено государству 186 миллионов рублей. Спикер ЗС Владимир Киселев также отметил успешную совместную работу в области безопасности детей. Форматы различные. Круглые столы, депутатские слушания, совместное обращение в правительство, в Государственную Думу. В завершение заседания коллегии Владимир Киселев наградил нескольких лучших следователей почетными грамотами. А вице-губернатор Алексей Конышев напомнил, что за работой следствия следят многие жители региона. Особенно это касается раскрытия громких преступлений. Одной из приоритетных задач следственного комитета является работа по расследованию преступлений коррупционно-экономической направленности. Самоследователь в своем выступлении как раз об этом сказал. А также по фактам невыплаты заработной платы. Эффективность этой работы входит в число стратегических условий успешного развития территории. Результаты вашего труда нашли отражение в социально-экономической обстановке региона. Наша область завершила прошедший год с положительной динамикой. По итогам 2016 года область вошла в число регионов устойчивого развития. У нас один из самых низких в стране государственный долг в расчете на одного жителя. А если брать по субъектам ЦФО, самый низкий в Центральном федеральном углубе. Дополнительный бюджет за счет только вашей деятельности поступило в прошлом году 100, более 100 миллионов рублей. А еще есть денежные средства, которые поступили без возбуждения уголовных дел. Они память незасчитаны здесь. Поэтому, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти денежные средства очень необходимы сегодня областному бюджету. Они идут на выплаты заработных плат врачей, учителей, работников культуры, на строительство тех же самых спортивных сооружений, школ, детских садов. Вообще, в целом, на развитие нашего региона. Продолжение следует...